Так, торжественно вручаю тебе от Стасика такую кружку. Стасик, большое спасибо. Это что, рубашечку клеит? Да. Спасибо. Игорь, как мама, все помнило. Я первый день сегодня не оделал, так все время же ходил рубашечку. Красивая, да, она тебе как раз в лицо. Кружечка. Тебе и белая вот эта красивая сейчас. Спасибо. Был там вот это, когда вы меня к Лавре подвезли, мы говорим, что там был татар и... Стрелы падали, что-то. Ну да, и кто-то написал, да вы что, ребята, откройте учебник, никогда монголо-татары не нападали там. Ну, на это самое. Так вот я хочу, ну, там, не всякого, но просто сказать, что в 1239 году татары, монголо-татары под предводительством своего хана напали на Киев полностью, там все в районе Чернигово были разграблены, и, короче, все это погромлено, и монастыри, и монахи бежали на вот эту Пачаевскую гору, там был вот этот монастырек еще, и в каком-то году, вот они тоже, турецко-татарское войско напало, вот когда читали о Кадре, и Царица Небесная появилась на небе, когда стрелы полетели, так что нападали. Я имею в виду то, что монголо-татарское нашествие под предводительством хана Батыя, такое было, да, нападали на Киевскую руку, так что мы полностью правы, это мне подтвердили. Там женщина спросила, если она все время в церкви плачет, что это значит, она заходит и плачет. Так это и очень хорошо, слезы есть, покаяние, значит, все, душа жива, прекрасно. Как выйдет за ворота, сразу смеется. Ну не надо так. Да я шучу. Надо сохранять это состояние. Да я шучу это. Слушай, ну я просто на вот это хотел, что мы не имели в виду, что татары нападали в 2000 году. Да, понятно. Ну, мы имели в виду, что раньше. Что, кто-то понял, что сейчас нападали, да? Нет, ну я... Такое бывает. В 2018 году попало. Что нападали, да, так что мы правы, я это хотел сказать. Ага, что-то я еще хотел сказать, забыл. Сон мне приснился сегодня, что я якобы сижу, что-то с мамой там трансляцию вроде делаем, какие-то рис пересыпаем, какие-то макароны на кухне. И я сажусь вроде есть какой-то, то ли сыр, то ли что-то, два кусочка чего-то. Вот оно напополаме разделил и на две вилки наколол. Хотел сесть с одной стороны, смотрю, там женский белый волос накрученный. Я говорю, что вот это в магазине так продают, что женский волос. А с другой стороны чуть-чуть откусил, смотрю, там тоже черный только волос накрученный, длинный. Два длинных волоса, один черный, один. Ничего, я ж тебе не гадал. Два веселых волоса. С нам не надо верить, знаешь, как это так. Один белый, другой черный. Слышишь, царская невестью, с нам не надо верить, оно так и нет. Ну просто такое приснилось, что-то. Ну такая каша в голове, ничего страшного. Сейчас иду до фонуатора проверять связки. Не пойдете со мной? Давай пойдем. Там Серега зашел сейчас. Ну с чего другой раз? Да вы там будет час. Да какой час, там быстро посмотрят связки. Ну попробуй, ну ребята, я убираю. А клюстра, Игорек? Клюстра прекрасная, еле-еле ее собрал с помощью соседа. Потому что там очень много проводов, на руках проводов не было. Она какая вообще? Килограмм около 20. Я ее там уже прикручивал и цеплял. Ну а что, ну плафоны, да? Ну там круг такой привезли, круг. И вот от этого круга такие штуки, цеплял, нет, на которые опять плафоны такие. А там и снизу такой, и стеклянные. Ну вот он все грунт, да. Вот это надо было поприкручивать в кругу, понимаешь, потом провести проводку. Потом не было вот этих патронов. Патронов я ходил, брал все это патроны. Потом я нервничал, у меня все это туда не просовывалось. В общем, часов шею селил, а потом очень много там обработки. Знаешь, надо даже сделать так, чтобы три нижние горело, допустим, и восемь вот таких, ну по очереди. Ого! Да. И я позвал своего 11-го соседа-электрика. И мы вот это вот все так делали. Ну, конечно, это точно как для клуба или для Декшимуза. В общем, приездили. Она где-то 90-е годы, я так понимаю. Ааа. Для актового зала. Ну ты повесил себе в квартиру, да? Да, актового зала, да. Ну, повесил, спасибо. От пола до потолка, так сказать. Да, такой. Обходишь. Я цепочку там подтянулся. А, чтобы повыше немножко, да? Ну, молодец, собрал, слава Богу. Приедете, снимете, посмотрите. Я на дотации у твоих подписчиков. На дотации. На дотации. А ладно. Спасибо. Так. Красиво, светло, уютно. Да, мы пришли к фонеатору проверять связки. Надо каждый год. У нас врач есть в театре, который смотрит связки. Все. Перед тем, как петь, надо, чтобы голос был в норме, чтобы не было никакого заболевания. Это мы сидим в очереди. Там как-то витамин зуб. Да. Ой, фу, ужас. Что? У меня аж слезы. А, что? Это что, рвотный рефлекс сумасшедший. А, вот это же, да? Ну да, я же язык. А это ты снимаешь нас? Да. Я не критикат. Ужасно. Прям для меня это самая неприятная процедура, когда вот это, рот открыть. Да. Ой. Я тоже. Я еще мороженое наелся. У меня там певши. Ну, сказалось, связки нормально, симметричные. Немножко слизь на задние стенки глотки. Это, говорит, от жары, говорит, мелкими глотками пить воду, щелочную, желательно без газа. Понял? О, глянь, какой. Это что? Без газа. Что? Это странный. Все, смотрите. Поубирали в подъезде. Видите, как хорошо стало. Вот, бог, все. Вот отсюда. Девочка помыла. Соседние квартиры. А там дальше не моют. И нижний этаж не моют. Осталось красить. Эти, должна быть чистота. Не хотят мыть люди. У нас чистенько, слава богу. Сварив сардельки, ребятки, сейчас покушаю. Странный сон приснился, что какие-то волосы. Не знаю, что за волосы. В этом. Что-то я вроде ем, не пойму, что. И там то белые, так на вилке волос, и черные с другой стороны. Вот, пойми, что оно. Я так навариваю сарделек. Я их люблю. Мне нравится. Не знаю, конечно, это не совсем полезно. Но мне нравится. С сыром покупаю. Видите, они такие. Вот видно, что с сыром внутри. Оно как такими пузырьками желтыми. Там внутри. Это сыр выступаю. Все. Хочу покушать. Купил CD-корм. Еще такой. Hills. По 140 гривен. Такая 400-граммовая пачка. Это тот, что у меня был. Hills. Это точно такой же. Вот. Производство. То ли Финляндия, то ли. Вырубник. Нидерланды. Нидерланды. Вырубник. Нидерланды. Видите? Это льор. Льор. Зайчик пьет ему такую воду, другую воду. То есть... Это крепче. Крепче. Пей, пей, пей. И пей, это будет другой. Мамка катает. Привет всем. Зайшелся мелко, катаю вам. Сегодня ходила я. А Коля сказал, что тебя встретил в магазине. Ага. У меня Коля встретил в магазине. Тетяна Васильевна, что вы берете? А вы мне тоже сегодня приносили помидорчики. Бабок взял домашние. Хорошие. А это я взяла вот это у вас. По 7 рублей. Хорошие. Хорошие. Это я вот эту бабочку. Как ты говоришь, люди питали рецепт огурцов у тебя. Огурцовый, помидор и кабачков. Я сейчас скажу. Огурцы, кабачки и помидоры считай один рецепт. Я себе закатала. Больше положила соли. Где помидоры и огурцы. А сорти делала. И отдельно огурцы. Ну, будут они мне раз будут соленые. Будут мне на винегрет. Будут на рассольник. Вот так вот. А это хочу вот сделала. Посмотреть. Что тут у меня? Вот огурчики. Огурчики. Горький перчик он. Я хотела брать чили. Зеленый. Мені подруга горький. Да. Он здоровый. Он он сам в стручках. Да, да. Вот-вот. Отрезала. И сюда положила горький перчик, укропчик. Лися этого сельдерея. Вот. Не сельдерея. Хрена. Лися хрена порезала. У тебя взяла лавровый. А то ей нашла в мене витер сдул. Було окно. Упала тут моя пачка. И в тебя взяла. И в тебя уже осталось кусочками. Не цели. А не хрон правильно? Хрен или хрон? Я кажу хрен. А может хрон по-русски? Хрин по-украївски. Хрин. Р-И, да. А хрен, наверное, по-русски. Понял? Вот. И что тут у меня? Лавровый лист. Хрона. До шестого перчика забула горошком. Ну то ничего. Да. И что? Я сейчас скажу рецепт. Вот я взяла тетрадочку, где у меня записано. Первый рецепт я кабачки делала. А воно так само делается огурцы и помидоры можно. Сейчас я сочетаю. Сейчас. Сейчас вот найдем зайчик. Вот у меня спрашивали. Мясо с косточками. Сало, браслона, тушенка, свина. Пытали. Все у меня есть. Все. Так. Зеленый горошок, карбузы, манджо. Все. Так. Сейчас находим. Так. Зеленые помидоры. Огурцы есть маринованные, написано. Вот тут я сделала рассол на 2 литра воды. Но я наливала 4 литра воды и все увеличила. Это было солено. А сейчас я найду друге. Другие кабачки. Сейчас кабачки найду. Кабачки. От кабачки так само можно катать и помидоры, и все. Грибы, грибы. Где же найти кабачки? Огурцы бродячие, что бродят. Капуста, огурцы, перец сладкий, перец сюрпризом. Так. Тогда же кабачки. Господи. А, наверное, в конце. Сейчас сама. Вот. Вот. Кабачки кружочками. Значит, так же. Давай почерк я пойму. Стерилизую баночки, крышки отдельно. Потом режем кабачки кружочками. Ложим баночки специи. Лавровый лист, души, перчик, горошек, чеснок, укроп, петрушка. Укроп можно брать эти зонтики. У меня оставалось от помидор. И можно такой зелененький добавить. Он у меня нарезан. Вот смотрите. Ну, дальше, мама, это понятно. Вот, все тут нарезано. Петрушка. И вот. Мама, это понятно. С этой три часа. Кусочками, ничего, ничего. Вот. Это самое. Потом кипятим рассол. Сразу мы простую воду померили, что у меня сколько получается. И я мерю так. На две литры воды ложить 100 грамм соли, 100 грамм сахара и 200 грамм уксуса. Но я раньше уксус сложила 9-процентный. А сейчас подай бутылку. Он стоит. Он стоит. Вот прямо на тобой. Сам, Волк, а вот это первое, что ты потрогал первую. Вот, вот такой уксус беру, яблочный. Он 6-процентный, не 9-процентный, меньше. Значит, положу 100 грамм соли, 100 грамм сахара, 200 грамм уксуса на 2 литры воды. Два раза я заливаю просто водой. Закипятила. Банки все наготовлено, специи все. Наливаю банки. И уксус там есть? Нет. Наливаю чистую воду. Постояло минут 10-15. То есть без сахара, без всего. Да, без ничего. Вот такое ты заливаешь кипяток. Потом, да, я не могла найти где-то при переезде, потеряла. Белую крышечку с дырочками, пластмассовую. Я одевала вот так на банку и сливала. А так теперь тяжело. Ну, понятно. Первый, ты эту воду выливаешь? Да. Эту тоже самая вода. Можно первый раз даже слить ее. Это чистая вода. Просто в раковину. Да, потом наливаю второй раз. Солую, можно уже не вливать. Они у меня мытые раза четыре. Потом второй раз тоже минут на пять-десять. Они уже с зеленых, получается, чуточку пожелтели. Понимаете? Я их как обдаю этим кипяточком. Вот они шутки. Это на пять-десять минут заливаешь. Первый раз, второй раз. Первый раз, да, минут десять-пятнадцать держала. Потом меньше, минуты пять-семь. А потом эту воду уже сливаешь в кастрюлю. Потом сливаю в кастрюлю. Добавляешь вот это вот. Добавляю из расчета две литры воды, сто грамм соли, сто грамм уксуса, двести яблочного уксуса. То соли, то сахара и уксуса. И уксуса двести грамм. Все. И опять закипятило. И я горячим кипятком наливаю, закатываю. А этими еще проще. Еще проще не мучить, бо закатки меня аж две. Вот они, две штуки. Я никогда ничего не обманываю. Вот они, две закатки. То этой кручу, то этой. Начинают крутить мне, делать сбрыжек. Есть редкие, вот такие, сомкновенные. Значит, это самое. Может воздух проходить. Я поправляю это назад-вперед. А вот эти крышки, милое дело. И ими можно пользоваться. Все мне говорят, три года. Одни говорят, надо закрутить рукой, хорошо попробовала, так закрутила, попробовала, не капает. И, мол, не надо поворачивать. А вчера до меня человек проезжал, звонил, говорю, проезжал. С Мелитополя, который я уходил от племянника. Он мне помогал перевозиться на новую квартиру. Я говорю, ну что, Владимир Иванович, вы катаете? Да, Таня, по трошке катаю. Кажем, вы переворачиваете? Да, Кажем, переворачиваете. Сегодня до племянницы позвонила в премпосад. Она перешла все на вот такие накуроченные банки. Новые. Вы поняли? Без закатки. Тебе охреть, значит, что? Она говорит, тетя Таня, я, говорит, все переворачиваю. У меня больше таких, я уже почти все такие. Почти все банки. Прокашляйся, мама. С крышки такие. Вот так перевернула, укутала до охлаждения, и все. Все, я понял, спасибо. А теперь идем покажем, что я сделала с банками там. Идем. Я тут начала воду мерить, только пол-литра. Пошли, потом буду ставить. Идем, я тебе что-то покажу еще, что я делаю. Идем. Вот смотри. Снимай. Вот это. Вот это у меня сколько. Покажи, какая посуда. Одна только там, по-моему, литра стоит. Он дальше за этим, он туда. Посмотри. Вот эти тоже вот так закручиваются. А то закатывали. Тут у меня кабачки. Потом тут у меня сок. Вот кабачки. А ну так же кабачки. Точно такой рецепт. Точно. Как огурцы и помидоры. Это сок, да. А вот сюда смотри. Вот. И сюда положила. Укрыла вон хорошеньким. Вот. Тут один только трехлитровый. Я сделала ассорти. Вот за того я купила сегодня еще огурчики. Бо я переживаю, я здесь больше наложила соли. Вот помидорчики. Смотрите. Красный перчик тут, да. И вот посмотрите, что я поделала. Вот как красиво. Наклеечки у меня. Видите как? Такие продаются. На той стороне такой тряпочкой мокрой помочила. И так сюда, а здесь сухой. А до этого я записала, что когда катала. Все такое. Вот такое здесь, да. Потом вот смотрите сюда бутылек какой. Вот это сделала ассорти. Видите, они желтенькие уже стали. Потому что я отдавала петка. Смотри. Тут тоже чеснок, укроп, петрушка, лаврушка. Перетарила. Да, вот это я написала, да. Да. И поэтому я сегодня купила еще. Думаю, это будут на рассольник. Это будут на винегрет. А то сделаю кушать маленькие. Я понял, ладно. Спасибо. Все говорят, нельзя вам, нельзя. А я всем отвечаю. Вы что, ребята? Одна каша съесть, одну кашу. Я ж не буду сразу банку есть огурцов. Огурчик два отсилы, они маленькие. С кашкой. Там с чем-нибудь таким. Чисовчик. Спасибо, мам. И пойдет, да. Так что вот так вот. Рецепты все у меня есть. Есть и синие, есть и сладкий перец болгарский. Ладно, спасибо, мамка. Спасибо. И зеленый горошек. Все-все есть у меня. Грибы есть, как закатывать. Все. Все, спасибо. Все, пока.